Тем временем Следственный комитет России отчитался о получении данных о том, что обвиняемые в нападении на Крокус якобы связаны с украинскими спецслужбами. Что это за данные, ведомстве, конечно, уточнять не стали. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с спецслужбами. Это цитата из заявления Следственного комитета. Накануне на Первом канале и на России вышли вот эти кадры. Это допросы четырех обвиняемых в нападении на Крокус Сити Холл. В частности, эти люди заявили, что у них был некий куратор по имени Сейфу Ло, который поручил им после нападения ехать в Киев, где им якобы должны заплатить по миллиону, внимание, рублей. Какие были у вашей группы планы после теракта? Сторую Киеву. Обсудим работу ФСБшников. У нас на связи Сергей Жирнов, бывший разведчик нелегал. Сергей, здравствуйте. Привет, Дмитрий. Здрасте всем нашим зрителям. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Сергей, как бы вы могли прокомментировать работу в ФСБ? Две недели прошло фактически с момента задержания подозреваемых. Некоторые из них, на самом деле, до попадания в АП и ФСБ по-русски даже не разговаривали, а сейчас дают показания на русском языке. Все нормально. Ну, это называется цех с конями, если это вежливо называть, да, потому что все остальное это называется преступление. Преступление, потому что Путин просто запустил свою идею о том, что это украинский след, и все. Дальше теперь следственные органы не занимаются расследованием, занимаются подгонкой показаний этих людей под путинскую версию. Вот это, кстати, прямое нарушение Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса, потому что тайна следствия не позволяет демонстрацию никаких кадров, допросов, потому что эти люди не являются преступниками по Уголовно-процессуальному кодексу, пока они не осуждены судом. Поэтому они являются только подозреваемыми, подозреваемыми без их согласия нельзя их фотографировать, нельзя их снимать, нельзя их демонстрировать, значит, по средствам массовой информации и тому так далее. Ну, в Российской Федерации, вы понимаете, когда кадыровский сын избивает в СИЗО безвинного человека, тоже не осужденного судом, безвинного с точки зрения УПК и УК, а сына обвешивают мусульманскими наградами, то, в общем, понятно, что в такой стране ничего ждать не приходится. Это, кстати, ответка кадырову и его сыну, да, потому что вот когда этих людей пытали перед тем, как их водворили в СИЗО, то это вот ответка мусульманам и исламистам российским от российских фашистов, от русских фашистов. Сергей, я знаю, что вы считаете, что очень зря Путин продолжает гнуть вот эту украинскую линию. Она свидетельствует о его слабости, о слабости и военной машины, и спецслужб. Как вы думаете, а почему все-таки он продолжает это делать? Как вы можете ответить на этот вопрос? Действительно, ну, поясню коротко нашим зрителям, да, вашу точку зрения. Второй год войны идет, третий уже, прошу прощения, и получается так, что украинцы руками вот этих террористов своими лапами проникают прямо в самое сердце Российской империи. Ну, это я так беру лексику, так сказать, пропагандистов российских. Почему же продолжают давить на Украину? Да, давайте мы даже продолжим немножко, чтобы нашим зрителям было понятно, потому что террорист в Красногорске – это самое элитное место вообще в Подмосковье, да, потому что Красногорск – это, значит, Павшинская пойма, по другую сторону Москва-реки Рублевка со всеми ее дачами, даже дальше ниже по Ильинскому шоссе или Архангельска, Ильинская, Горки-6 и Нового Огарева, значит, есть уже там на стыке Ильинского шоссе и Рублевского шоссе, вот, и вокруг Красногорска куча дачи миллиардеров, суперкомпаний, Газпрома, Роснефти, Норильского никеля и тому подобное. И чтобы в таком месте Путин говорил, что это значит, украинцы устроили теракт, это значит, супернея вообще украинских спецслужб, в мире никого нету. Вот, ну, это Путин нам до этого уже говорил, потому что украинские спецслужбы взорвали северный поток с точки зрения Путина, украинские спецслужбы убили Далью Дугину, кстати, тоже в том же самом месте, примерно, ну, там, в 20 километрах в сторону Внукова, но тоже там с высоты птичьего полета, это там примерно 10-15 километров от Нового Огарева тоже. Вот, так что, в общем, ну, украинские спецслужбы беспилотниками ударили по Кремлю, по Кумполу, вот, то есть, если так рассматривать, то вообще круче украинских спецслужб вообще ничего нету. Другое дело, что у Путина, я это объясняю, исключительно его психологией и даже психиатрией, потому что человек просто создал себе такой информационный шар, в который сам себя поместил, вот, виртуальный, и в этом виртуальном пространстве он живет, и до него не доходит вообще ничего, он даже не воспринимает, как он сам видится извне этого шара. Вот, плюс, конечно, мы понимаем, что когда путинский режим, это такой режим единоначалия, единоличия, и когда начальник говорит что-то, то все остальные не занимаются никакой критикой, не вызывают никакие сомнения, не высказывают никакие рабочие версии другие, вот, они просто тупо выполняют заказ начальника и подгоняют все остальное под эти версии. Вот, понятно, что вот эти, ну, не хочу сказать несчастные люди, потому что, ну, они все-таки, так сказать, потенциально, их, они обвиняются в жестоком совершенно преступлении против людей, вот, но, тем не менее, любая юридическая система цивилизованная, она занимается не издевательством над людьми, а наказанием людей, то есть даже если они совершили преступление, их следует наказать, но не издеваться над ними, а то, что происходит у нас на глазах, это издевательство, естественно, вот, и Путин, в общем, я сказал, что это психология такая, ну, это практически психиатрия, то есть у Путина это психиатрия, причем он сам это говорил, потому что, когда он был молодой, он говорил, что два срока по четыре года, это максимум, что человек может сидеть в Кремле, потому что дальше у него просто едет голова, это слабо. Он говорит, что дальше человек сходит с ума, и у него, значит, он перестает воспринимать вообще реальность. Это говорил молодой Путин. Да, действительно, забавно, я тоже помню эти слова его. Сергей, ну а как вы думаете, чего теперь ждать от России, от Путина? Ну, вот сейчас они, как говорится, да, пришьют шароварок тюбетейки, докажут, докажут, что все пути идут в Киев. Какие-то действия будут от них? Ну, формально они могут какую-то ответку, но с другой стороны, вот все мои украинские коллеги говорят, от чего еще хуже того, что, так сказать, уже происходит третий год. Да, ну, то есть хуже это чего-то, ядерный удар какой-нибудь нанести по Украине, все остальное, все уже видели. Да, причем они, кстати, вот про ядерный удар, это не праздный разговор, да, потому что они сами пугают. И, кстати, вот буквально на этих днях они рассказали о том, что якобы был удар беспилотника по пятому и шестому реактору Запорожской АЭС. То есть они вполне себе могут устроить какую-нибудь нехорошую бяку на Запорожской АЭС и потом свалить это на украинцев и дальше еще попытаться еще ими там, может быть, усилить какие-то атаки. Усилить атаки войсками они не могут, потому что у него все, что они могли сделали, они и так бросили. Вот усилить бомбардировками они тоже не могут, потому что все, что они могли, они и так сбросили. Вот, ну дальше что, ударить там по банковой, там, какими-то там суперракетами, ну, Киев охраняется американской системой Патриот и, в общем, здесь довольно слабая надежда у путинцев что-нибудь там, чего-то там добиться. Вот, так что, в общем, трудно сказать вообще, какого удара. Самое главное другое. Мы же понимаем, что в течение полутора часов не было ни одного человека в погонах, а те, кто были, все сбежали или смотрели в другую срочную сторону. И Путин вот в этом смысле никого не наказал, абсолютно никого не наказал, да. Вот, и, значит, все это дальше будет продолжаться, но дальше мы ждем от него гадости в Западной Европе, потому что вот мы серьезно все сейчас обсуждаем во Франции. У нас готовится два больших мероприятия. Первое – это европейские выборы, мае-июнь, а потом июль-август – это Олимпиада и Паралимпиада в Париже. И поэтому мы боимся того, что чужими руками Путин может устроить какие-то теракты, тем более, что Медведев напрямую угрожает Макрону, Соловьев угрожает Макрону, то есть и пропагандисты, и официальные высшие должностные лица Российской Федерации прямую угрожают Макрону. Соловьев говорит о ядерных ударах по Париже. То есть вообще, на самом деле, там, риторика у них совершенно страшная и идущая очень далеко. Да, я напомню, что сам Путин говорил, что теракты – оружие обоюдоострое. Видимо, он как раз и намекал на возможные действия российских спецслужб на Западе. Да, вы знаете, он, конечно, так прикидывался и делал вид, что, типа, это там какие-то люди могут сделать. Но мы все-все поняли, и поняли именно так, Дмитрий, как вы сказали, что просто Путин фактически угрожал ответными терактами на Западе. Причем ответными кому? Ответными. Потому что если это сделали, там, Вилаяд Харасан из Афганистана, то надо по Афганистану бить, а не по Западу, причем здесь Запад. Да, если это сделано руками украинцев, вернее, если за этим стоят украинцы, то надо бомбить Украину. А, подождите, мы же уже ее бомбим. Да, но с другой стороны, когда он говорил, что даже если это… То есть, грубо говоря, рассуждение такое, что руки были таджикские и игиловские, афганские, но голова была украинская, а деньги были американские, английские и французские. То есть, вот такая у него выстроена цепочка, и поэтому, да, и поэтому надо бить там, подниматься по этой цепочке, и, соответственно, и французы, значит, кто там, Шойгу, когда разговаривал с Себастьяном Люкарню, то он ему говорил, что мы надеемся, что за этим не стоят французские спецслужбы. Ну, и так это сказано, ехидно. А дальше было сказано, что любые действия, которые проводит Украина, она все это делает с подачей западных хозяев, и то есть, там, Соединенные Штаты Америки, НАТО, Франция и прочие всякие государства нехорошие цивилизованного Запада. Да, ну, господин Люкарню, я так понимаю, есть и свои собственные политические амбиции, в этом контексте, конечно, довольно странно его общение с Шойгу. Есть теории, о чем они могли разговаривать? Или это исключительно разговор специалистов по поводу, значит, обмена информацией об исламском терроризме? Ну, до политических амбиций ему еще далековато, потому что сейчас он пока что чиновник внутри правительства, и поэтому он звонил, я убежден, по поручению президента Макрона, потому что министр Америки во Франции подчиняется напрямую президенту, это вот так же, как и в Российской Федерации, то есть у нас президентская республика, и на президента закручены, зациклены все силовые ведомства. Поэтому, конечно, это не была инициатива Люкарню, это была, так сказать, инициатива государственная, вот, и это просто французы, но вот у них есть еще остатки каких-то какой-то наивности такой, что типа с россиянами можно найти какой-то общий язык против общего врага, которым является, безусловно, исламский терроризм международный, и, но они забывают, что Путин дружит с Талибаном, Путин дружит с Кадыровым, Путин дружит с Хамасом, с хуситами, с иранскими аэтолами, и говорить с таким человеком о том, что мы будем совместно чего-то там защищать от исламского терроризма, это надо быть очень наивными, но вот французы в один раз показали свою наивность, и, кстати, получили сразу по рукам и по башке. Просто в общий чатик. Спасибо, что вы с нами. Мы не разочаруем.